ну что вот тут у нас царапина есть на двери хозяин не посчитал нужным помыть придется самому мыть не нравится мне все это конечно нашу делать в резюке не будешь возиться поэтому я что так замываем вот грязь отквасится и потом вы мою будем разбирать смотреть что тут и куда где тут умятина где жесткости где не живут выкупал дверь сейчас будем смотреть разбираться чтобы определиться сейчас посмотрим как тут обшивки снимаются разбирается дверь посмотрим как можно к нашему дефекту добраться вот потом все уже как говорится остальное будет вот как ее разбирать никто не знает будем глядеть toyota есть toyota тут все должно быть просто логично вот говорится могут быть и сюрпризы ладно поглядим увидим вот эпопея такая у нас была по снятию двери и самое чем мне нравится машина новая болты уже ржавые вот но дело не в этом вот показываю приятная штука самоцентрующиеся болты также вот как и на колесах вот закручивая откручивая и все равно дверь станет тоже место вот вот так здесь внутри выглядит все кому-то может пригодиться вот вот она наша дверка сняли мы и и сейчас машину отсюда удаляем не будем заниматься вот этой вот вмятиной которая у нас теперь можно надеть клемму на аккумулятор и вперед и уже как бы не разборка ремонт мы ее вот так привязали чтобы она у нас никуда не убежала вот там под усилителем где-то далеко наша умятина сейчас я убираю вспышку и будем сноса дверь и вот она царапина сейчас подведем лампочку я и тут немножко клеем помучал вот зажатое место уже видно начиналась она вот отсюда но она не хочет поэтому мы решили ее снять разобрать и начать с ней заниматься потому что она некрасиво себя идет и ведет вот сейчас будем искать доступ но доступ в принципе есть отсюда там еще с какого-то места вот динамика тут можно тоже залезть наверно будет посмотрим откуда будет работать а потом расскажем покажем все за это ваши видео поделиться чтобы люди знали что вот наша царапка она у нас занимает так где-то 26 25 сантиметров часть я же выдернул он там немножко незначительно но если присмотреться если присмотреться все равно вот она что надо приступать наводить наводить автофокусом хочет автофокусе рить как всегда вот что надо тут края разбивать а иначе нам удачи не видать потому что тут уже излишки вылазят как говорится через верх вот примерно вот такое вот получается и вот эти бугры они стоят выше чем нам надо и вмятина пока вот эти мы бугорки не положим вмятина мы не достанем она пойдет в залом у нас в складке пойдет так что торопиться не будем будем греть феном разбивать вот так вот наша вмятина вот у нас одна шишка вот она и 2 на камеру не особо это видно а так глазом очень хорошо видно что здесь и здесь вот у нас шишка и шишка надо их подзабить принято решение вот она наша умятина такая немножко помочь ей клеем выйти вот видно конечно так с такого ракурса не очень что она там глубокая что она там чего-то вот так видно выходит потихоньку разбивается но решили мы вот в глубоких местах чуть-чуть ее понянчить попытаться попытаться ее немножко развернуть слегка не сильно а именно слегка чтобы она не пошла у нас в складку приклеили мы и я вот практически чуть понянчил очень и очень нежно на отстрел я даже не собираюсь этого делать вот натянул подержал натянул подержал и сейчас просто-напросто посмотрим что у нас получается это я думаю что может быть перетях вполне потому что металл такой вот такой вот нежный у нас очень даже нет вроде поднялась чуть вот теперь маленький брать еще сюда поставить и вот здесь где шишка чуть до нее и чуть после нее но это уже вот он грибок давайте покажем вот такой вот грибочек п или ки или к тайский но факт тот что он работает сейчас более мелким грибочком попытаться вот вот такая разница более мелким сейчас мы попытаемся немножко поднять я сейчас покажу здесь поднять вот и здесь и здесь здесь вот шишка нам надо ее пробить тут шишечку до нее и после нее чуть дернуть ну все пробуем ваша сейчас вот эту часть немножко мы приподнимем опять же не выдернем а слегка приподнимем то есть я даже не выдергиваю я чуть-чуть пытаюсь вмятину толкнуть вверх видите какой у него даже сейчас еще слабее сделает кручу что практически вот он ушки сходятся вот я просто натянул и подержал натянул и подержал перетягивать тут нету смысла поскольку потом долго и скучно надо будет забивать опять же вот сейчас потихоньку буду нянчить и вот она отошел грибочек наш неплохо получилось но ложбинка как было так и осталось сейчас чуть буду дальше проходить уже более маленьким еще меньше вот три гриба еще более уменьшим чуть-чуть задерем поверхность с отступом с небольшим чуть дальше опять же вот так потихонечку я ему даже не дал приклеиться и выдернул наша задача здесь только толкнуть металл нам в нужном направлении но как уже видно наверное да видно нет ничего там не видно как видно тут уже надо под пробить особенно вот в этой части надо уже под пробить лишнее а потом можно будет попробовать еще в лампе вот в такой проекции уже кажется что все все готово а на самом деле вот она как было так еще и осталось мы и плавно 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 пытаемся разбить поднять вот но она не хочет поэтому будем осторожно и дальше поднимать поднимают но вот она яма у нас еще граммин и опять же надеть пришлось дабы сильно и не подпортить с резиновым окончанием вот такой молоток и опять же вот так пробивать простукивать естественно мы не забываем при этом вот такой у меня обычный фен прогревать им естественно чуть клеем чуть тем чуть 7 пробойнички опять же такие тупые мягкие вот вот вообще второпластовые у меня такой есть я им тоже приглаживаю поэтому торопиться не будем вот вмятина такая вроде не особо большая и страшная но она коварная это простота только видимая опять прогреваем проходим лишнее опять будем разравнивать отсюда прям как будто ничего уже и нету но это все обманчиво я сейчас покажу это все обманчиво и потом опять же мягеньким вот так слегка попростучать вот с резиновым наконечником по-тихонечки прям даже на типую Играет музыка. Я слегка так посотрясал. Понятно, что я особо тут не бью. Просто сотрясаю металл, чтобы он чуть-чуть распределялся в ту сторону, куда бы мне хотелось бы. Яма еще тут... Ой-ой-ой. Какой глубины. И выходить она так легко не собирается. Так долго и упорно приходится калашматыть. А он говорит, а я не хочу и не буду. Но нам-то надо, поэтому мы будем работать. Вот такая картина маслом. Сбоку вот этого надо снять тоже, что там боры еще каналы такие, что не дойдет. И отсюда, отсюда тоже. Видно? Ужас, да? Ужас. Да. Там просто еще ужас. Так что колотить еще и колотить надо. А вот так раз и провел. Это пока у нас есть люди, которые за 2 секунды такое делают. Или за 2 минуты. А у нас уходят часы. Так что вот так. Будем еще долго и нужно стучать, ковырять, поднимать, забивать. Ну, опять же, худо-бедно, но у нас тоже что-то получается. Сейчас опять берем вот такой крючок маленький, переворачиваем его не вот этим, а вот этим. И потихонечку вот таким вот этой пяточкой, этого крючка, потихонечку, поналенечку, вот так стараюсь приподнять. Вот, чуть-чуть приподнял, разбил, приподнял, разбил. И вот таким образом самое главное не наделать наколов или кризов не нагнуть, когда металл, крючок очень сильный, очень сильный. Им дверь можно вывернуть так, что ее потом придется выбросить. Вот. Поэтому вот так потихоньку, полегоньку, по миллиметрику вот так берем метальчик. Как бы даже не выдавливаем и не выворачиваем ни в коем случае, а просто вот поглаживаем. Есть мастера, которые вот так раз, провели, и все на место стало. Есть. Ну, мы так не умеем. Вот. Ну, учиться нам никто не мешает. Самое главное не учиться на своих ошибках. Поэтому надо стараться их не допускать. если ты один раз ошибся, потом уже надо думать, как тебе не ошибиться. И поэтому очень нежно, осторожно, поскольку эта машина как бы живая. Это не учебно-тренировочная деталь. Вот. Тут надо очень нежно и аккуратно потихоньку вот давить. все равно эта канавка или как ее там не назови, она все равно постепенно-постепенно помаленечку раскрывается. Вот. Чуть надавим, чуть погладим, опять чуть пробьем. Вот. И вот таким образом она выходит. Вот. Ну, не так быстро, как хотелось бы. Не вижу тут ничего. Вот, что называется солнечный свет творит. Практически ничего не видно. Все ровно. Но это всего лишь обман зрения. сейчас я это покажу. В реальном времени. Да. Наша полоса становится меньше, но она очень упрямая. Но мы тоже настойчивые ребята. будем ее дальше шевелить. Эта шишка залезла. Ну, слава богу. Чуть осталось. Так что это только на улице ничего не видно. Она вот сюда вот так поднимет. Да, да. Женек, вот резко не наводится. ну, такая херня поймалась. Вот такая вот. Вроде и под усилителем ни хера нет. Вот такой длины она. И вот края у нее как зазубринами. Я их сколько не разбиваю, оно все примерно в одной и той же паре. Вот эти вот шишки. А надо же их разбить, чтобы вот этот металл поднимать. Получается так. Металл каленый, к сожалению, упертый. Вот. Пытаемся тут мы поправить это все дело. Но он играет и играет туда-сюда обратно. Нет, не хочет. Так что работа будет сделана наполовину и все. Дальше не вариант. Дальше можно просто убить краску. Вот она наша красота. красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разборка тоже последовала, сейчас еще разборка, счастливый хозяин сидит. Вот, сейчас ставим и разбегаемся. Выливаем вот такие самолезы в двери. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. И еще здесь должен быть, вот, я думал лишний будет, вот такой вот у нас сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот эта красота. Поставим сюда. Так, вот эта красота. Поставим вот сюда. Ну, конечно, сейчас, кто-то снимите туда выложит. Привет. Привет, Саша. Расскажи, как ты сделал, да выложи, да я измучил, да изъебся с этим фотоаппаратом. Ну, понятно, всем же, ну, подвух. По разборке, да, вот я же снимаю. Так, так. Я даже книжку не купил. Хорош. Так, закрываем. О, она еще и работает. Работает? Ну, вот. Сдача автомобиля хозяину. Вот здесь была умятина или царапина. Ну и как? Пойдет? Пойдем. Ну и все. Вот.